Всем салют, друзья! Добро пожаловать на наш канал! Я начинаю свой день с завтрака, хоть уже дело близится к обеду. Да, я ещё не завтракала, в принципе, не так давно проснулась. Дети сегодня уже в школе после долгих выходных, но сегодня у них короткий день, так что Тимур вот-вот должен прийти, буквально до 12 с копейками он учился. Позвонил, что скоро придёт. Артём тоже, единственная Милана подольше. Сейчас я вам покажу свой завтрак. Танюха шиканула аж на 470 калорий. Решила, что я хочу омлет из трёх яиц, потом поняла, что хочу ещё сосиску. Но, по идее, хватило бы двух яиц, но куда уже? Пожарила, пожарила. В общем, сейчас я плотненько позавтракаю и буду делами своими заниматься. Что касается моего веса, он держится ниже 60, что меня очень радует. То есть 59,4 до 59,8. Вот так вот. Пару дней туда-сюда. Но это нормально. Так что движемся в правильном направлении. Приятного аппетита мне и тем, кто кушает сейчас вместе. Скоро увидимся. Только я покушал, а Тимура пришёл. Смотрите, какой обед у Тимура. Что это? Это гирос? Нет, блин, как его? Дёнер? Или в рэп? Да, больше дёнер, мне кажется. Чем отличается в рэп от дёнера? Мясом? В рэпе, мне кажется, просто... Мне кажется, в рэпе просто меньше мяса. Ну и дёнер, наверное, тёплый, да? Ну, не тёплый. Ну, возможно, остылыш. В общем, это обед со школы Тимур принёс. Дело в том, что когда мы его регистрировали, записывали в школу, там прилагалось меню. То есть нужно было, если ты хочешь, чтобы ребёнок питался в школе, нужно было выбрать из трёх вариантов. Первый вариант был самый дешёвый. Стоил, я не буду сейчас врать, что-то около 20 евро, по-моему. И туда входили только бутерброды три раза в неделю, в длинные дни. Это понедельник, среда и четверг. Окей, я сейчас прибежал. Был с Сашей в спальне. Второй вариант был только горячая за 35 или 36 евро, как-то так. Так, опять же, всё приблизительно, по моей памяти, не очень хорошее. Типа в длинные дни можно есть, ну, там, полы. Горячую, да, горячая порция была. Тоже, получается, три раза в неделю. И четвёртый вариант – это было полное меню за 46 евро, по-моему, или 48. 46. 46, да? Крест. И вот мы такое и выбрали, потому что у меня были сомнения брать не только горячие, либо вот это. Потому что мы не до конца представляли, какое у Тимура будет расписание, что значит короткий день, во сколько это он закончит. А, да, кстати, у нас расписание изменились сегодня немножко. Сейчас расскажешь. И я не понимала, как это будет выглядеть, во сколько будут ему давать вот этот вот обед, и во сколько будут заканчиваться уроки. Мы с Сашей рассудили и решили взять ему полный комплект. Ну, не знаю, сейчас раз в полгода можно менять эту опцию, возможно, через полгода мы поменяем на поменьше, да? Потому что получается так, что у Тимура заканчиваются уроки во вторник и в пятницу, и только тогда он может пойти и взять вот этот вот, ну, типа того что-то с собой. Это получается три раза в неделю горячий полноценный обед у него? Да, ну, на длинные дни. Да, и два раза в неделю вот что-то типа такого ему дают. Короче, у меня ещё очень много другой информации, которую мы сегодня получили, и я её потом ещё расскажу. Да. На камеру или просто потом расскажу? Так что ты решила? Тебе нужно в следующем полугодии сделать меньше вот этот обед или годиться? Думаю, да, в принципе, это почти не имеет смысла. Потому что Тимур говорит, все идут уже со школы домой, а мне приходится идти в столовку и забирать свой обед. Не, мне не обязательно забирать, но просто, ну, денег. Деньги же заплачены, да, чего не взять? Ну, и как-то так получается, что он его берёт и домой приходит кушает. На будущее мы просто будем знать, как это работает. Да, если кто-нибудь другой пойдёт. И какие у тебя изменения в школе? Можно я бы сняку принесу ещё? Давай, конечно, нам всё интересно. Очень тяжёлая сумка. Тимур уходит в куртки, приходит без куртки. Да. Потому что куртка у него здесь. Днём, наверное, градусов 15, сейчас 13, но он на велике. И в кофте ему жарко, да. Вот такая вот у меня как-то пахненькая. Смотрите, какие щечки розовенькие. Что тебе сказали по поводу твоих зелёных волос в школе? Кто-то заметил? Да, заметили. Практически все заметили. И все что-то сказали? Да. Да-да. Да-да. Ну, я не знаю, где тут листик, но я узнал, когда нам идти на Эльтаншплейштаг. Ну, это родительское собрание. Но только мы, ну, типа, мама, папа и я. Да. И там будет собрание по 15 минут. Так какой это день будет? Завтра или послезавтра? Завтра. Вот Милана ведь заканчивается в русский во сколько? Вот в 16-30, да? Да. И у нас в понедельник, нет, ну, в среду в 18 часов. То есть нам надо как на усвете, типа, нам надо забрать Милану. Да. И, в принципе, мы можем еще быстренько заехать домой. Да. Там оставим Милану с Артемом. Артем ведь будет дома. Ну, да. Но я возьму свои вещи там. Ну, мне надо еще штудинг взять. Ну, пойдем обсуждать. Так что завтра будет, ребята, интересный день. Поделюсь с вами впечатлениями, что скажет ученица. Не, ну, понятно, я не буду. Еще там сказали, типа, чтоб мы не стучались. Ведь они там откроют, когда уже будет на наше время, они сказали. Хорошо. И еще на счет этого нового расписания. Мам, мне завтра не придется плакать? Нет. Потому что там отборщик, там, а вот, кстати, вот он делал. Вот, 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 вот. Там, где стоит Тимурц, мы можем. Мы отмечали, когда мы можем прийти. И они решили вот. Не в 6 часов, а в 5 часов, в 17.00 завтра. Нормально. В 15.00. В 17.00. Да, в 17.00. Ну, и тут у нас немножко... Ну, либо мы с тобой вдвоем без папы пойдем, а папа с Миланой с русского пока приедут, посмотрим. Ну, они сказали, не обязательно на два, можно и один. Ну, понятно. Ну, вот, это что ли, план? Ну, свежее расписание? Расписание надо. Какие изменения? Можешь посмотреть. Вот, ничего не изменилось. Вот, только в среду и в воскресенье ничего не изменилось. В вторник. В вторник, да. Остальные дни поменялось, да? Да. Все остальное поменялось. Типа, например, у нас... Типа, например, у нас здесь теперь вместо кёпершпрах, НВ и МАТЭ. Вот, например, а кёпершпрах я вот сюда вот принесли. Музыка, тут два... Ну, а что за урок такой кёпершпрах? Кёпершпрах. А что это за урок такой? Это, типа, эмоции, там, контролировать, вот такое, вот, короче, Ну, типа, общаться с знаками, ну, такое, похоже, короче. Интересный урок или это так? Нормально, но у нас недавно, это, учитель, ну, учительница, которая у нас была у кёпершпрах, она ушла, типа, в школу танцев, да? Все, потом она там, и теперь, без понятия, мы какого-то нового, какую-то новую учительницу будем иметь. На самом деле, она хорошая была, я хотела её, да. Ну, пускай танцует. Тимура, самое интересное, расскажи же. Нам всем интересно. Как прошёл первый день без маски на уроках? Как прошёл первый день без маски на уроках? Да. Ну, как, как? Ну, ты без маски сидела? На местах, ну, где вот ты в классе сидишь, можно без маски сидеть. Да. Но если ты встаёшь, там, в туалет, или к тебе учитель подходит что-то подсказать, ну, там, да, тебе надо маску одевать. То есть только вот именно когда ты работаешь и сидишь на месте. Вот. Только вот то, что меня вот прям очень сильно удивило, типа, когда мы пришли, и такие, я такой захожу, сажусь на место и убираю, ну, типа, снимаю маску, да? Ну да, мы же тебе сказали, что не надо сегодня. И поэтому, как бы, ну, я такой говорю, а что вы маски снимаете? А потом мне каждый второй говорит, а мне мама не разрешает, ни папа не разрешает. То есть родители им сказали сидеть в масках всё равно, да? Да, потому что типа... Ну, и много детей сидело в масках? Тут больше половины точно. Больше половины осталось сидеть в масках. Вот вам и пожалуйста. Короче, у нас вот такой вопрос решается, очень серьёзный. А Саша ходит с кабелем от фотоаппарата и мается, что он у него сломался. Я говорю, я сейчас возьму этот кабель и задушу тебя нахрен. Уж извиняйте. Таня, про паспорта там спечётся, я про кабель. У нас вопрос такой, что заканчивается у Артёма паспорт через два месяца. Мы уже месяц с Сашей говорим, надо решать, надо записываться в посольство, надо, надо. Всё, Саша, говорю, поздно говорить надо, говорю, давай. Смотрите, а у меня не передаёт звук кабель. То есть, смотрите, картинку передаёт, а звук не передаёт. Оригинальный Sony кабель, блин, дорогой толстый кабель. Я говорю, надо записываться в посольство. Обычно мы записывались в посольство в Брюсселе. Но в последний раз очень они были недовольны и сказали, что мы не обязаны вас обслуживать, потому что вы не в Бельгии живёте. Главное, я почти им не пользовался, этим кабелем. Пипец, да? Короче, если завтра вы его не увидите во влоге, просто запомните его таки. Вот как можно продавать такой кабель? Я пару раз попользовался, и всё, он не передаёт звук. Так вот, зашли мы на сайт в Брюсселе, чтобы взять термин. Там сейчас это можно делать онлайн. И у них там сразу высвечивается, что они принимают только тех, кто живёт в Люксембурге и в самой Бельгии. Мы так поняли, что нам это не подходит. Зашли в посольство в Берлине. Короче, ближайший термин, который там на сайте предлагается, это 21 декабря. В общем, фактически через 2 месяца, да? То есть ещё немножко у нас закончится паспорт. Если мы не успеем его сделать вовремя, Артём не сможет поехать кататься на лыжах. Короче, просчитали дорогу до Берлина. На машине это будет стоить... Это будет стоить где-то евриков 130. Ну, со всеми парковками возьмём 150, округлим. На поезде мы прикинули не меньше соточки. Плюс ещё если ехать на поезде, нужно же где-то ночевать, потому что нужно приехать заранее. В 10 утра нельзя рассчитать так, чтобы приехать. И третий вариант. Мы уже подумали, а что если сгонять и сделать его в Латвию? Вы приколите, я зашла на сайт Ренеер, посмотрела цены на конец ноября в Латвию. Ну вот сейчас просто офигеете. Билет в одну сторону стоит 8 евро на одного. То есть выгоднее слетать в Латвию, сделать паспорт там, нежели на месте. Потому что сам паспорт тоже здесь будет стоить дороже. Эти консульские сборы плюс тут всё, короче. Ну что, сколько мы посчитали дорогу на машине на уставе? Ну я сказала, ты пока с кабельным игрался. Кабель вижу, кабель не работает. Короче, вот сидим и решаем, думаем, что делать, как быть. Менять надо его. В Латвию летать. Всё было бы хорошо, мы бы слетали бы с Артёмом в Латвию вдвоём, допустим, на недельку. Но есть одно но, это карантин 14 дней. А что? Во всяком случае, пока вроде бы там нужно его сидеть. Я боюсь, что если из Латвии вернёшься, то его сидеть придётся тоже, потому что там сейчас цифры ужасные и зашкаливают. Он оригинальный Sony, смотри. Sony. Так и остался у нас вопрос нерешённый. Надо ночью переспать, да, и подумать, что дальше делать с паспортом. Да, вообще жопа. Как они могут предложить только один день на выбор? Один день только они предложили. В этом году. И одно время. Да, в этом году только один день и только одно время предлагали. Что за бред вообще? Это странно. Короче, мы решили перекусить бутерами с икоркой. Последняя баночка открыта. Это не странно, это Латвия просто. Милана мается, нечего ей делать. Принесли они с папой, в общем, старые коробки с игрушками. Сейчас Милана переберёт, что ей нужно, что не нужно. Мы тоже, ну, Тимур тоже переберёт, да. Что не нужно, мы тоже цифршеньки всё выставим. Не нужно нам столько слава. Мне кажется, вот Милана уже более детские, наверное, игрушечки. Я думаю, мягкие игрушки тебе точно не нужны? Знаете, так, игрушки год полежали или больше в подвале. И уже как новые, да, ты про них забыл. И с радостью опять их видишь. А когда они тут целыми днями валяются, никому не надо. Не надо. Не надо? Так, просила у меня, чтобы я ей купила. Шапку? Да. Нет, другая. Разная? Да. А, это игра была такая. Жилетки одеваешь. Шариков нет? Не знаю, ищи, может, где-то там внизу и шарики есть. Покажи, да? Сальчик! Порожди, у меня что-то такой лежал. Сейчас у меня пароль есть один, я не знал пароль. Я не знаю, ли он рабочий, но я не знаю, ли он пароль. Ну вот. Комнишь. Какая-то такая, Саш, слишком детская всё. Конечно, это слово. Так что давай то, что не надо, выбрасывай или подали кому-то, а то, что надо, оставь. Вот подол назад я уже не понесу. Маша. Маша растеряша. О, там фонарики. Смотри, фонарика. Нет? Откуда эти фонарики? Не работает. Не знаю, что-то... Это Тимура в лагере, по-моему, не пропали. Или куда-то. Нет, никуда, когда с ночёвкой в школу ушёл, не помню. Для чего это, мне кажется, Тимура не пропали. Он сейчас отправился в эту комнату. А вот он включается. Что он такой страшный? Сырость, потому что подвалил. В подвале? Сырость у нас сразу? Режимы должны выпилить. А, это ещё можно оставить. Ну вот, ты крутишь, включаешь, и режимы. Нет, как-то у меня включало, что все горели. Сейчас угадали. Это можно оставить. Ну так, Мила, но это уже валялось. Вам не нужно было, теперь уже оставить. Мы недавно такую выбросили. Не, помнишь, колючка. Ой, чувствую, опять сейчас у нас будет хлам, а целая квартира. Вот. Она всё растянется. Липошки и дожди были летом. А, собачка! Ков-ков. А, это вот эта собачка из картинки. Да, из этой картинки точно эту собаку узнали. А вот эта девочка из этой картинки. Ну-ка, встань так с ней. А, он рисовал её с ней вместе? Да, она тогда в Барселоне была с этой собачкой. Да, точно. Узнали? Лучше он не горит, вот так. Мы хоть есть. Ну, убрасывай его, наверное. Ну, конечно, убрасывай. Эта собачка выглядит мне. Ой, да, не говори, так она нам нужна прям. Миньон, смотри. О, подушка. Я всегда думаю, где она у меня. Прям уж. Ты сразу в стирку положи. Положу. Папа, у меня есть только одна единственная проблема, папа. Угадай. Какая? У меня не знала мой пароль. А как его сбить никак нельзя? Не знаю. Всё. Знаете, такое, когда долго лежит, и потом нашла, и всё. Тимур, ностальгия по этому трансформеру. Я угадала пароль. Угадала. Раз, два, три. Счастье-то какое. Я уже в магазин сбегала на улице. Что-то так вечером прохладненько. Почти зима. Я прям, не знаю, пришла сейчас, мне что-то в холод бросает. Надо убрать бы, наверное, скелеты этого, да? Уже не актуально. Он так хорошо висит. Всё, сбирайте нас. Описали, девочки, свой старый дом картонный. Потому что он с дном был. Мы сейчас решили сделать без дна, да, Саша? Да, шумел за ручки. Вот, и Саша вырежет арку. С другой стороны тоже, может, они любят выбегать так, чтобы туда сюда бежать? Нет, мы перевернем, чтобы можно было вот так вот поднять, если что. Понимаешь? Как в магазинчике вздолвало. Ой, какой противный звук. Вот, вот такая арка будет. Пойдем, посмотрим, как оно заценит, не заценит. Так, поставь. Туда? Ну, туда же, салонечку, как было. Подожди, 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 Кульва, уже побежала. Всё, уже видите? Первая забежала. Вторая. Не самая красивая коробка, конечно, но какая была? Она такая, ммм, ну, это интересно. Вот и всё. Уютно? Нормально? Девчонки, всё тогда, всем спокойной ночи. Не шумите там, да, как вчера? Вам тоже, друзья, всем спокойной ночи. Укладываемся мы спать. Ну, точнее, не мы, а большая наша часть. Я ещё попью чаёчек, побалдею. Почитаю. Кстати, точно сделаю чай и буду читать. Увидимся с вами завтра. Все пока.